Приветствую! В этом видео проверим два вида аккумуляторов формата 18650 от бренда Литокала. А также я поделюсь очень важной информацией, которая будет полезна тем, кто захочет заказать такие АКБ. Первый – это довольно популярный NCR 18650B, копия Panasonic'а. На нем даже присутствует надпись, изготовлена в Японии. Возможно, он выпускается по официальной лицензии, но это только мое предположение. Его емкость, как у оригинала, заявлена в 3400 мАч. В описании товара иногда предупреждают, что емкость может быть на 100-200 мАч ниже. Но сперва перед тестированием проверим, в каком состоянии прибыли аккумуляторы. Как показывает мультиметр, все они заряжены в режим длительного хранения. И это очень хорошо. Для проверки устанавливаю 4 аккумулятора в зарядное устройство и включаю режим НОРТЕСТ. Чтобы не задавать параметры для каждого АКБ отдельно, можно установить их в отключенное зарядное устройство, потом подать питание и настроить параметры теста. Тут я немного ошибся и вместо 500 мАч установил ток в 700 мАч. Но даже в этом режиме аккумуляторы отдали более 3000 мАч. Пятый аккумулятор я тестировал с током 500 мАч и емкость уже была 3230 мАч. Но как указано в описании, эти АКБ допускают разряд до 2,7 Вольта, а ЛИ-500 разряжает до 2,8 Вольта. Поэтому можно сказать, что емкость этих ячеек очень близка к заявленной. На всякий случай проверим напряжение. Оно не должно превышать 4,2 Вольта. Мультиметр показывает 4,19, что находится в пределах нормы. В очередной раз повторюсь, в этом зарядном невозможно подделать результаты тестирования. Как только вы оторвете АКБ от контакта, вся информация мгновенно исчезнет. Данные сохранить невозможно. Кстати, если вдруг исчезнет свет во время теста, так же придется начинать все сначала. Но к счастью, у меня есть мощный источник бесперебойного питания, который страхует от этих неприятностей. Второй вид аккумуляторов называется ЛИ-35А. Первые мне уже знакомы, а эти я покупаю впервые. От зеленых они отличаются более солидным внешним видом, шикарной упаковкой, заявленной емкостью в 3500 мАч и относятся к классу так называемых среднетоковых. Если у НСР-18650Б максимальный ток разряда всего 4 А, то у этих кратковременно допускается до 10 и до 5-6 постоянно. Кстати, маркировка ЛИ-35А иногда вводит покупателей в заблуждение. Некоторые думают, что это указан максимальный ток разряда, но это указан на его емкость в 3,5 Ач. Например, вот АКБ с аналогичным дизайном и аббревиатурой ЛИ-29А, где маркировка также указывает на его емкость в 2900 мАч. Перед тестированием второй партии ради интереса выясним вес этих батарей. У зеленого он даже выше заявленного, а у черного в пределах допустимой нормы, плюс-минус 1 грамм. Эти АКБ проверяем аналогично первым, ток в 500 мА. Время, которое вы видите на дисплее, это только время самого тестирования, без учета восстановления емкости. Этот процесс довольно длительный. Как можно заметить, АКБ отдали большую емкость, чем предыдущие, что не может не радовать. Также хочу напомнить, что зарядное устройство ЛИ-500 не является профессиональным, но позволяет увидеть общую картину. Считаю, что эти АКБ вполне достойные, и их можно брать для устройств с небольшим рабочим током. Ссылки на них, как обычно, под видео. Но прежде чем сделать заказ, послушайте, куда эти аккумуляторы не подойдут. Из-за отсутствия выступающих контактов, их нельзя применять в фонарях или других устройствах, где один из контактов плоский, как, например, вот на этом драйвере. Здесь аккумулятор соприкасается непосредственно с самой платой. Также их не получится установить последовательно, друг за другом, по той же самой причине. Зато в некоторых устройствах, например, в фонаре Convoy S2, такое АКБ гораздо предпочтительнее, так как пружина может вдавить внутрь выступающий контакт аккумулятора. Еще они отлично подойдут в специальные боксы, где предусмотрены выступающие контакты для плюса и минуса. Так что будьте внимательны при выборе. А какие аккумуляторы категорически нельзя покупать на Алиэкспресс или других торговых площадках, вы можете узнать, посмотрев видео, переход на которое, скорее всего, уже присутствует на экране. Всем удачи!